Друзья мои, всем привет! Всем огромный привет! Ну что ж, у нас с вами сегодня очередной обзор на канал Деревенский дневник очень многодетной мамы и канал Мать-Героина. Мои хорошие, будем с вами обсуждать последние сводки с полей. А именно вчерашний ролик Лёльки Поберухи. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки, ну и, конечно же, писать хорошие, добрые, веселые, интересные комментарии. Ролик Поберухи под названием «Мой муж притащил это от бывшей». Лёль, ну радуйся, что твой муж бывшую в дом не притащил. Вот тогда бы действительно это был бы полный трендец. Хотя, друзья мои, с другой стороны, Лёлька же клялась, божилась, какая она добрая, какая она щедрая, как она готова всех привечать. И бывших мужей, и бывших жен, и жен бывших своих нынешних мужей, и детей. В общем, не Лёлька, а просто, друзья мои, самый настоящий их кусок золота. Ага, как говорится, из говна смолота. Ну что, ролик начинается возле сараев. То самое место, где собрались делать новый, друзья мои, кровник. Создавать, творить. Ну, собственно, чё бы не творить. Когда денюжки на это клянчат каждый божий день у своих зрителей. Ну и Лёлька озвучивает день первый. Стройка началась. Вы знаете, друзья мои, ну, стройка-то началась, это понятно. Всё здесь ясно. Но вспоминая пример, да, того же, той же пристройки, за которую Гриха взялся несколько месяцев тому назад, и нам так много тоже было чё рассказано, и Гриха там сидел и у Лёльки на стримах, ещё до того момента, как они решили скорешиться, как они решили подружиться организмами и сойтись в экстазе. Забеременела Лёлька, плюс ещё и замуж вышла за Гриху. Так вот, нам тогда тоже с вами очень много рассказывали. Сейчас как Гриша встанет, сейчас как мы встанем, сейчас мы как возьмёмся. Сейчас как вот всё прямо, знаете, вообще будет просто супер-пупер. Гриша, Гриша всех спасёт, сделает пристройку. Вот Сурен с Артуром Лёльку подставили, а Гриша выйдет из положения, сделает всё как надо, и у Лёльки будет пристройка. Ну чё, а воссыны не там, ни черта нет. Пристройки нет, денюжки донатили-донатили, причём напомню я вам, ну или тем, кто не смотрел. Донатили не только на стройматериалы и на всё про всё. Донатили даже деньги на зарплату Грихи. 40 тысяч донатили. Не помню, может там ещё как-то донатили, но помню, что один раз донат она тоже точно на 40 тысяч выставляла на зарплату Гриши. Там ни черта не сделали. Там ничего не довели до ума. Поэтому то, что Лёлька сказала, типа на старт, внимание, марш, день первый, стройка начинается, ну начинается-то понятно. Мне просто интересно, будет ли на сей раз что-нибудь доведено до ума. Я уже высказывала свои предположения относительно этой стройки. Я не уверена, что будет что-то доведено до ума. Я не удивлюсь, если, друзья мои, всё это дело опять же будет брошено, брошено буквально на полпути. Потому что мы знаем с вами миллион проектов Лёли, которые точно так же были брошены на полпути. То есть денежки были собраны со зрителей. А зрители донатили на какое-то благое дело, как говорит Лёля, да, на её какие-то прямо великие, огромные нужды. Но ничего не построили. Ну да ладно, посмотрим. В любом случае время покажет. Лёля попыталась объяснить, что это и как будет, и с чем его едят. Но тут же поняла, что не справляется, и позвала Гриху на помощь. Объясняя, мол, да я не знаю, говорит, как правильно сказать. Мне так хотелось спросить, какого чёрта тогда выползла, если ты не знаешь, как правильно это называется. Далее, друзья мои, вот, знаете, опять же, смотрю на Гриху, смотрю на Лёльку, смотрю на то, как они много болтают. Вот всё-таки мне кажется, что это всё дело ненадолго. Надолго их не хватит. Планов, как всегда, Гриша там вышел, начал рассказывать. Есть планов, просто вагоны, маленькая тележка. Ну, всё как всегда. Гриша, тот ещё любитель поболтать. Тот ещё балабол, я бы сказала, да, у которого язык работает намного лучше, нежели всё остальное. А тут же смотрю на собачку. Ханни бегает туда-сюда, туда-сюда. Уже вся такая, знаете, по этой грязи носится, по этим сараям, по этим коровникам. А уже вся сама такая грязная, неухоженная, не чёсанная. Это прям очень бросается в глаза. То есть уже и собачка, в принципе, по большому счёту, уже особо и не нужна. Ну, а далее нам начали показывать хозяйство. И Лёлька рассказывает о том, что вот на скотном-то дворе убирается она сама. Лёль, а что тогда делает помощник, который доер? Ну, типа, опять доер только исключительно доит. Ни за что в это не поверю. И ни за что не поверю в то, что Лёлька где-то там что-то там убирает, и что-то делает сама. Устала, говорит Лёля, от кур, потому что, говорит, они бегают везде, и срут везде, и везде, говорит, кругом их какашки. Ребята, если честно, я вот сколько раз смотрю на их кур, которые носятся и по детской площадке, и по двору, и, собственно, практически везде, да, по всему участку. Если честно, не понимаю, почему нельзя взять и загнать кур, да, и как бы, ну, чтобы они действительно не бегали везде, чтобы они действительно не оставляли свое говно везде. Ну, это же как бы вообще некрасиво. Вот все это засрут, да, естественно, кому потом это все дело приятно, естественно, никому. Не понимаю, неужели нельзя взять и курс собрать, и поместить их, опять же, в какое-то помещение. Далее нахваливает Гришу, мол, как он отлично со всем справляется. Лёль, как он со всем справляется, мы посмотрим потом. Если Гриша нам что-то продемонстрирует, и то, друзья мои, зная эту пару гнедых, зная эту парочку, зная Лёльку, на что она способна, зная Гриху, то, что он тот еще балабол, я не удивлюсь, если кто-то им будет помогать это делать, а потом будут выдавать все исключительно за работу Григория. То есть лавры на прекрасного строителя достанутся обязательно Грише. Ну, что, говорит, поработали, говорит, пять часов, сказала Лёлька. Представляете, пять часов поработали. Вот, опять же, хочется сказать, свежо предание довериться с трудом, потому что я не верю, что Лёля могла поработать пять часов. Ну, там 30 минут еще можно было бы поверить, да, и то как-то не очень вяжется с Лёлькой. А тут целых пять часов. А вечером, говорит, Гриша занялся рассадой, которую он привез от жены. Ну, это как раз-таки то, что Гришка притащил. Я так понимаю, что, наверное, рассада это была как раз-таки с того дома, куда они ездили, с Гришиной фазенды. Ну, и Гриша объясняет, что же там будет. Причем объясняет, говорит, вот, говорит, притащил он черноплодку, там еще какие-то кусты, которые, говорит, будут свести очень красиво и так далее. А я смотрю, ребят, в этот момент, когда Гриха объясняет, да, я так понимаю, что ему это все очень близко, ему все это очень интересно и так далее. Ну, у них же был питомник, да, вот, но дело даже не в этом. То есть я понимаю, что Грише это нравится. А Лёля в этот момент, пока Гриша ей объясняет, что будет черноплодка, вот тут будут вот эти вот кустарники, будут такие, будут так цвести, красиво и так далее. А Лёлька, ребят, в этот момент стоит, смотрит на него, знаете, как баран на новые ворота. Типа, давай, давай, болтай, болтай, как говорится. А Васька слушает, доест. Это примерно из этой же серии. Вот по Берюхе настолько все это сто лет не надо. Ни цветочки какие-то, ни кусточки, да, вот живет на земле. Я, конечно, понимаю, есть категория людей, которые живут на земле, у которых действительно очень много работы, там, и хозяйства, и туда, и сюда. Ну, есть такие люди, которые не держат никакие огороды, да, но что-то все равно ведь для себя или для детей можно было бы посадить. Хотя бы вот какие-то цветы, да. Помните, та же кормящая медалистка, Женька, она приезжала, и то, что там пыталась сажать иногда, по крайней мере, и так далее. Лельке это все настолько чуждо, то есть ей вообще ничего не надо. Вот ей-то вообще ничего не интересно. Там тоже какую-то клубничку посадить, опять же, для детей, да. То есть там Женька, скорее всего, что-нибудь приедет, посадит, чем-то будет таким заниматься, но Лелька никогда. Поэтому она стоит, смотрит на греху. Ей это вообще не интересно. Вот неинтересно от слова совсем. И, кстати, вы знаете, когда Гриша начинает, там начал ей там все это рассказывать, там туда-сюда, я вижу Лелену реакцию. И, ребят, уже настолько заметно, что он ее раздражает своим занудством. Кстати, так было всегда, и даже тогда, когда он просто у нее работал, еще года три тому назад, когда еще у них не было никаких даже близких отношений, вот и тогда уже Лелька уставала от его занудства. И здесь тоже она так на него смотрит, видно, что он ее уже достал. Но, как говорится, поздняк метаться, уже, да, беременна, и уже вышла замуж. Далее. Далее, ребят, была картина маслом. Это был такой прикольный момент. Я смотрела, я просто оборжалась. Когда Гриха тащил телку, вернее, нет, дело было не так, это телки таскали Гриху по всему двору. Он вел их там на цепочке, держал там, то ли на цепочке, то ли на веревке, там, короче, ладно, не суть важна, не знаю, как это правильно называется. Но, в общем, в любом случае, то есть он должен был везти эту телку. Но в итоге так получилось, что он должен был перегонять этих телок. И в итоге так получилось, что эти телки таскали Гришку по всему двору. И Лелька, глядя на эту картину, ей стало смешно, она говорит, смотрите, ноги себе не сломайте. Знаете, мне кажется, надо было вообще по-другому. Надо было Грихе сначала Лельке схватиться за эту веревку, да, потом Гришке, и, глядишь, вдвоем бы они справились, потому что все-таки Леля покрупнее будет. Чего, конечно, с Гришке толку никакого, он там такой его дунешь и ветром унесет. Естественно, он никак, бедный, не мог справиться с этими телками. С телками, представляете, с быком, да, то есть это с телками. А если бык вот так вот чего-нибудь там выкинет какой-нибудь, как говорится, вот этот фортель, да, друзья мои, то там будет, конечно, что веселуха полнейшая. Поэтому со стороны это выглядело очень смешно, как он этот просто болтался, как там, как непонятно что, и телки бегали из стороны в сторону, и Гриха за ними, бедный, бедный. Я думала, сейчас Гриха упадет, скопытится, и уже они его будут таскать, а он будет уже просто, знаете, болтаться там, как это, как непонятно что. Короче, потаскали Гриху по двору, все хорошо, да, своего рода такие приключения. И опять, друзья мои, очередной показательный поцелуй. Поцелуй, друзья мои, в губы. Я не могу прямо вообще, ну, прям это что-то с чем-то. Лёля, ну, ты нас просто балуешь своими то засосами, с Грихой, то поцелуями. Вот опять же, насколько это смотрится прямо дешево, смешно и нелепо. Нелепо по той простой причине, потому что, ну, уже все прекрасно понимают, что ей хочется доказать нам, что у них действительно есть отношения, что у них действительно есть чувства, что у них есть любовь, что у них есть желание друг к другу. Зачем это нужно? Лёль, ты знаешь, для этого, как я уже говорила, вовсе не обязательно целоваться в засос и демонстрировать это всему честному народу. Это вовсе не обязательно это делать. Если между людьми есть любовь, химия, страсть и так далее, это все видно, это все видно даже вот просто по взгляду. Как ты смотришь на мужа, как муж смотрит на тебя, да, особенно в какие-то моменты. Но Лёлька будет нам показывать. Мне интересно, друзья мои, а если мы совсем не поверим в эту страсть, вот будем все равно говорить, не верим, вот не верим, да, что у вас вообще там какие-то отношения, неотношения и так далее. Мне интересно, а дальше будет больше? А Лёлька пойдет дальше? А может быть, она нам покажет, ну, у нее же там камеры везде стоят дома, представляете, покажет нам ночь любви. Я просто боюсь себе представить, мне кажется, когда-нибудь не за горами тот самый момент, когда Лёлька будет с грехой валяться в кровати, да, на своем, на ложе любви и что-то там нам такое демонстрировать. Ну, не совсем, конечно, клубничку, не совсем, конечно, 18+, но что-нибудь такое, чтобы мы уже конкретно что-то заметили. Вот с Шуриком у них было, помните, когда они на стриме, Лёлька вышла на стрим, и они там с Шуриком катались, как два полудурошных по этой кровати, и Шурик хватал Лёльку за жопу. Да-да, вот кто-то скажет, ой, как вам не стыдно, вы там лезете в трусы. Да тут никуда не лезть не надо, тут нам все показывают во всей красе. Я вообще не понимаю, если честно, вот этих вот, которые вот, вы там куда-то лезете. Послушайте, одно дело, когда вы сами лезете куда-то, кому-то, к соседям, замочную скважину подглядывать, это одно. Другой момент, когда нам все это дело демонстрирует на всеобщее обозрение. Короче, я думаю, не за горами, друзья мои, тот день и час, когда нам Лёлька все породемонстрирует во всей красе. Обязательно. Ребята, вот такой обзор, пишите, что вы думаете по этому поводу, оставляйте свои комментарии. Субтитры создавал DimaTorzok